Жить в этом доме сегодня невозможно, а привести его в нормальное состояние жителям не по карману. Реставрация памятника культуры стоит больших денег. Почти год собственники оббивали пороги различных инстанций, чтобы улучшить условия жизни. Пройдено две независимые экспертизы технического состояния памятника. Позади несколько заседаний в городском суде и краевом. Жители дома, конечно, прошли по всем инстанциям. Это очень, как говорится, тяжело было. Собирать деньги и такие суммы. Вот мы собирали 40 тысяч на первого эксперта, 21 тысяча на второго эксперта. Конечно, с пенсионеров это большие суммы, но мы все это прошли и мы удовлетворены решением нашего суда. Теперь остается только ждать и ходить, проверять, что будет делать наша администрация. Больше года жители проживают в подменном фонде. Вернуться в свои квартиры они должны в конце 2018-го. Городскую администрацию суд обязал в течение этого года отреставрировать фасад памятника и капитально отремонтировать жилье. В судебной практике Бийска это пока первый случай, когда обичанам удалось добиться такого решения. Всего же в нашем городе статус памятника архитектуры и культурного наследия имеют больше 250 объектов. Дома, которым в прямом смысле слова сто лет в обед, разрушаются на глазах. Но их жители не имеют права без спецпроекта проводить ремонтные работы, чтобы не нарушить ценные архитектурные элементы. А тем временем эти самые элементы падают им на головы. Потолок, то есть затрещал, треск произошел. То есть мы выбежали на улицу, подождали. Вроде обвала не произошло. Ну, давай звонить сразу в МЧС. Когда мороз, дом укреплен, видать, морозом. Как весна наступает, начинает все, вот допустим, каждый год оседает дом. Дом начинает оседать, начинает весь дом трещать. Все везде валится отовсюду. Крыша тяжелее дома. Просто если какая-то балка вот несущая, как у соседей, она вот если обрушится, и крыша сложится, и просто весь дом раздавит. На днях в Бейском управлении культуры, спорта и молодежной политики начал работать отдел культурно-исторического наследия и туризма. И одно из первых направлений – создание рабочей комиссии по проведению ревизии в реестре памятников. В городе Бейске есть острая необходимость привести в управлении состояния объекта культурного наследия, расположенного на территории города Бейска, и на всех памятников, в связи с тем, чтобы выявить, какие есть памятники, утратившие историко-культурное значение. Техническое состояние, описание, фотофиксация. После этого мы сформируем список, который будет направлен в управление государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края. Это событие можно рассматривать как первый шаг к сокращению числа бейских домов-памятников, которые в конце 80-х, начале 90-х попали в реестр исторического наследия только лишь по датам постройки. Экспертизы в то время никто не проводил. И сейчас для того, чтобы вывести жилые дома-памятники из почетного списка культурно-исторического и архитектурного наследия, нужно проделать колоссальную работу. К ревизии, созданной в Бейске комиссии, приступят уже через неделю. Марина Волкова, Андрей Сегаев, Будни.